здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья совершенно страшная ужасающая статья попала мои руки я сейчас у меня прочитаю хотя хотя друзья я забегу вперед все что здесь будет описано оказывается это все законно и за это нет никакого наказания московской квартире нашли пятерых младенцев рожденных суррогатными матерями для китайских пар а странной квартире в которой без конца ревут малыши сотрудникам сообщили жители одной из многоэтажки в останкинском районе москвы по словам местных жителей сразу с несколькими колясками гуляли няни а вот родители малышей никто никогда не видел когда приехали оперативники дверь им действительно открыла няня квартире были обнаружены 5 младенцев старшему из малышей всего один месяц о том где родители детей няня приезжая из одной из азиатских стран рассказать не смогла детей сразу забрали в больницу чуть позже во время обыска в квартире нашли их свидетельство о рождении в них указаны китайские имена и фамилии скорее всего странная квартира это мини детсад для младенцев которых русские суррогатные мамы родили по заказу китайских пар по данному факту было возбуждено дело сейчас на месте происшествия работают сотрудники устанавливаются родители детей а также все обстоятельства произошедшего расследование по этому делу продолжается сообщила юлия иванова старший помощник руководителя с у с к рф по москве из-за китайской дряни границы закрыты родители китайских малышей просто не могут забрать своих детей чаще всего агентства нанимают нянь которые присматривают за новорожденными до момента приезда родителей это форс-мажорная ситуация но нарушений закона в ней нет прокомментировала екатерина айдакова агент по суррогатному материнству для граждан китая в россии происшествие прокомментировал и константин свитник генеральный директор компании ross юрист консалдинг границы закрыты не навсегда и биологические родители приедут со своими детьми надо же понимать что это не прихоть какая-то люди которые участвуют в программе суррогатного материнства годами мечтают о детях они лечатся от бесплотия а когда все шансы исчерпаны копят деньги на то чтобы их малыша выносила другая женщина порой в силу особенности национального законодательства им приходится искать сур маму в другой стране закрытие границ это форс-мажор который не остановит любящих мам и пап сейчас домах малют и своих родных мам и пап дожидаются около 50 таких детей и это верное решение надо просто подождать тем более что возможно ждать придется совсем недолго сейчас в россии и в китае обсуждается вопрос об организации чартерного авиарейса для китайских родителей которые мечтают наконец-то обнять своих детей по разным данным в россии застряли более 50 малышей рожденных суррогатными мамами для китайцев вот такая вот друзья нехитрая информация появилась на просторах нашего интернета у меня к данной ситуации двоякое такое мнение с одной стороны мне жалко тех людей все равно кто это китаец русский или таджик к примеру все равно которые действительно хотят завести детей но не могут по какой-то причине действительно им остается один вариант это суррогатное материнство и они идут на этот шаг за большие деньги кто-то на этом зарабатывает кто-то скажем так заводит себе детей вот этим вот способом я в большей степени в данной ситуации понимаю здесь родителей которые мечтают завести ребенка но них это не получается их взгляды на жизнь не понятно но в то же время друзья мне непонятны взгляды на жизнь вот этих вот матерей которые вынашивают под сердцем ребенка просто их используют в качестве какого-то не знаю сосуда который в котором растят вот этот вот цветок потом просто вырывают оттуда забирают и все конечно я понимаю там все вот это вот содержимое как бы она принадлежит какому-то мужчине какой-то женщине вот потом их там оплодотворяют вместе внедряя в тебя ты просто вынашиваешь но мне кажется кита материнские чувства должны просыпаться и очень странно очень странно что данную процедуру мы начали воспринимать как просто бизнес хотя без таких людей без таких людей друзья конечно те же самые китайцы или какие-то другие пары которые не могут не могут завести ребятишек они бы не обрели бы счастье от материнства так вот без вот этих вот людей которые данную процедуру воспринимаю просто как бизнес также друзья горько смотреть на то что из нашей страны вот эти вот китайские братья они уже наверно забрали все лес газ что-то там еще а сейчас какой-то стороны мне тоскливо смотреть на все это когда видишь что мы теперь для них и ребятишек вот этих вот рожаем отдаем туда мы просто просто как какой-то инкубатор как какой-то источник я не знаю энергии источник ресурсов и не более того как мне кажется как мне кажется друзья возможно я в чем-то ошибаюсь но смотреть на все это очень сильно тоскливо и неприятно почему-то лично мне на этом друзья буду заканчивать всем кому понравилось видео ставьте классы подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч